Всем привет ребят! На связи GrimOptimist и знаете, последние несколько дней почему-то снова стало очень много просьб, сделай видос какой-нибудь по Таркову и так далее. Ну я понимаю, что многие мои зрители, они что-то ждут, но поймите правильно, информации-то особо нет, рассказывать не о чем. И повода как-то не было, а переливать просто из пустого в порожнее я смысла не вижу, но вот сегодня появилась новая порция, буквально вот час назад, новых скриншотов интерфейса именно игры. Поэтому, ну раз уж повод есть, я решил что-то такое запилить. Напоминаю то, что сейчас мы ждем нового анонса нового стрима, первые разработчики с треском провалили, после чего довольно странно себя повели, то есть там было какое-то странное, как это сказать, обсуждение в комментах в группе ВКонтакте, в их официальной, где Никита Буянов сам принимал участие. Ну, я не нашел там, честно говоря, никакой полезной информации интересной, то есть там все, что было, то что да, типа да, вот так, да, не получилось, не получилось, ну и что, то есть. Окей, плюс выходит там какой-то журнал довольно часто, ребятам, конечно, которые его делают, им большой респект, но, чтобы понимали, это журнал из ничего, то есть по сути, там буквально пара постовки разработчиков на форуме рассматривается и так далее. Я, конечно, реально даже завидую в чем-то именно вот запалу вот этих фанатов, которые пилят собственный интернет-журнал, это круто, но информации там тоже крайне мало. И ответы на вопросы там тоже очень странные бывают, вот допомню, в одном из них был странный ответ вопрос такой, дескать, не нужно обращать внимание на всяких там этих нытиков, типа да, которые хейтят игру и так далее. Особенно мне понравилась фраза хейтеров игры. Каких хейтеров игры нету, ребята? Откуда у него взяться хейтерам пока? Если кто-то ноет сейчас, то это от того, скорее всего, что он сделал предзаказ и просто, ну, у него бомбит, что он заплатил там несколько тысяч рублей, возможно даже пять, и ничего не получил до сих пор, никакой информации толком, у них бомбит, но это нормально, то есть как бы и не надо называть этих людей там хейтерами и нытиками, эти люди имеют право возмущаться. То есть я понимаю, конечно, что там, ну, сами виноваты, да, что заплатили, но тем не менее, то есть поэтому, как бы, не знаю, мне вот это вот, знаете, не понравилось вот это отношение такое, дескать, заплатил и жди, типа, чего возмущаешься, да, ну, не знаю. Так, так вообще дела не делаются. Ну, ладно, давайте посмотрим, в общем, свежие скриншоты, и мне самому даже интересно. Вот, интерфейсы, говорят, конечно, не финальные, будут дорабатываться, но, как и их функционал, но, тем не менее, посмотреть интересно. Ну, первый, это, видимо, главное меню, побег из торкового, персонаж, торговля. Ну, побег из торкового, это, видимо, как бы, основной пункт будет, да, в меню. Персонаж, это, там, настройки, то-се, и торговля, ну, я не, вот тут сложно сказать, то есть, видимо, какие-то там, они уже говорили, будут какие-то торговцы разных этих, фракций и так далее, ну, ну, выглядит симпатично, единственное, шрифт, на самом деле, простоват, вот, как по мне. То есть, менюшка классная, мне нравится, вот, шрифт какой-то, ну, я бы пожирнее его хотя бы чуть-чуть сделал. Ну, тут, я не дизайнер, поэтому не могу сказать точно, может быть, так и надо, но, вот, как-то, с, куца немножко, вот эти надписи смотрятся на фоне большой escape from торгов. Это вообще придирки, это ни на что не влияет, это я просто так высказал свое мнение. Если оставят так, я буду доволен, это не важно. Дальше у нас меню с вещами, сразу, кстати, вот эти вот вкладки мне напоминают почему-то менюшки в Contact Wars. Вот у нас здесь разгрузка, в ней лежат магазины к оружию, также какие-то кусачки и анальгин, видимо, обезболивающее. В карманах у нас, видимо, патроны, да, 9х19 люгер, P226, две РГДшки, дальше рюкзак, в котором у нас уже лежат какие-то вещи. И подсумок есть еще, в котором тут, я вот не знаю, что это такое, то есть, Эй, Секайдер, Секайдер, не знаю, ну, там деньги. Вот, также тут мы, ну, видим стандартный пистолет, два вида автомата, то есть, один на ремне, другой на спине, нож, шлем, очки, броня и наушники. Все по-русски, все хорошо, вот, схронно, да, то есть, показан тут. Видимо, можно, это, я так понимаю, ну, какие-то конкретно разделы, то есть, схронно посмотреть, что там, где, как. Ну, выглядит симпатично, придраться не к чему, нормально, у меня, мне все нравится, то есть, все понятно, как бы, ну, неплохо, да, действительно неплохо. Идем дальше. Это у нас меню развития персонажей, нет, не статистики персонажа, вот, общая статистика, сколько всего опыта, дата регистрации, дата последней игровой сессии, классификация, только, видимо, какой группировке он принадлежит, опыта за убийство, сколько начислено, опыта за лутинг, видимо, за лутинг тоже будут начислять опыт, это странно, опыта за лечение, за выживание, видимо, кого-то лечишь или себя лечишь, дают опыт. Самая длинная серия успешных выживаний, два, текущая серия успешных выживаний, один. Крови потеряно всего 2,2 литра, частей тела потеряно один, как это так, он что, без руки, без ноги, наименьше, наименее повреждаемая часть тела, левая нога, довольно странная, честно говоря, странная статистика, и здесь вот у нас, это, видимо, всего, сколько общая статистика, рейдов, сколько выживаний, смертей, без вести, сложно сказать, покинуто, это, видимо, ливнул, когда ты убийств в 72, в сети 51 час, пробежек 12, 2,2 коэффициента выживания, 22% коэффициент выживания, это, видимо, в каких раундах ты выжил, среднее время жизни в раунде, максимум выживаний подряд, кстати, вот, среднее, вот это очень важная цифра, она показывает, сколько ты, то есть, ну, человек выжил 12 минут в среднем, нам обещали, что одна игровая сессия будет длиться до 2 часов, то есть, полтора часа, там, час-полтора-два, ну, если он в среднее время выживает 12 минут, это, как бы, ну, маловато, по-моему, как-то, если минут хотя бы 30 еще, максимум выживаний подряд 2, коэффициента покидания, это сколько, видимо, матч ты ливаешь, вот, кд 1,3, и общее время жизни 4 месяца, интересно, ну, тоже симпатичное меню, ничего сказать не могу плохого, подготовка к побегу, вот, ваш основной персонаж, это, видимо, дикий, который можно будет примкнуть на 10 уровне, отправляем здесь в рейд, вашим главным персонажем, бывшим оператором ЧВК Берр, сделайте все возможное, чтобы совершить побег из Таркова, ну, нормально выглядит, далее, вот, можно, типа, продолжить, видимо, и все-таки присоединиться к побегу, нормально, подготовка к побегу, вот, это, видимо, уйдет загрузка, текущее время в игре, выберите время суток, погодные условия, но это, возможно, будет недоступно, то есть, к настройке потом, так, вот, смотрите, интро, кстати, можно, видимо, нет, отключить нельзя, просто еще раз можно посмотреть, видимо, вот, завод, территория производственного помещения химического комбината номер 16 были незаконно здесь созданы компанией Terra Group, в период контрактных войн здесь проходили бои между подразделениями ЕСЭК и Берр, определяющих контроль за заводским районом города Таркова. В дальнейшем, с началом хаоса территория комбината стала использоваться как убежище гражданского населения, диких и бойцов отбившихся и военных, военных и силовых структур, в том числе, разноразразненных сил ЮСЭС и Берр. Итак, то есть, площадь завод всего 1 квадратный километр, то есть, это, ну, квадратный километр, это, грубо говоря, километр на километр, чтобы вы понимали, ну, тут чуть меньше. 90 минут длится раунд, то есть, не соврали, и количество людей от 2 до 8, тяжело, ну, тут сложно сказать, возможно, потеря камня, атакуйте бойцов из вашей ЧВК. Ну, так интересно, вообще, мне нравится пока все, то есть, так сделано грамотно достаточно, вот, и то, что 90 минут опять-таки радует, вот, возможно, потеря карму тут, видимо, мы уже заходим, то есть, готов, нажимаешь, вот, тут мне нечего рассказывать, то есть, в принципе, все понятно. Вот, завод, так, 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 это, видимо, уже загрузка самой сцены идет, территория производства помещаем, уже говорили там, ну, нормально все выглядит, правда, персонаж не очень нарисован, как-то, честно говоря. Ну, ладно, не буду придираться, это фигня, это ни на что не влияет. Настройки, графики, а, нет, это не график, это управление у нас, сразу же можно настроить, это радует. Ну, странно было бы, если бы нельзя, инверсия, удержание для прицеливания. Кстати, спасибо, уважаемые разработчики, вам большое вот за эту вот фигню. Вот это я уже могу сказать, что я буду включать эту штуку. Удержание для бега, сдержки дыхания, удержание для наклона. Отлично, отлично, настройки прямо вот то, что я боялся. Так, дальше у нас что идет, настройки, это у нас язык интерфейса, русский, субтитры, обучающие подсказки, хорошо, автомаштабирование интерфейса, запрет на добавление, видимо, чтобы, друзья, не добавляли, кровь и фильтрация мата. Мертвая зона, это область обзора, можно будет настроить, отлично, это очень хорошо. И последнее, разрешение экрана, это графические уже настройки, 16 на 9, несколько мониторов, у меня, ну, у меня два, но они у меня разные, я вряд ли их можно будет использовать. Хотя, если можно будет какой-нибудь, знаете, рюкзак засунуть на второй монитор, это будет неплохо. Синхронизация в окне, настройки, ну, тут ничего интересного, в принципе, нет. Blur, вон есть SSA, HDR, хроматические, аберрации, не знаю, что это такое, правда, особо. Ну, что я могу сказать, по первым скриншотам, ничего плохого я сказать не могу, хотелось бы это, конечно, в игре в самой посмотреть, а не так вот, но выглядит все неплохо, приятно, вот, мне все нравится, придраться не к чему, в плане меню ничего не могу придраться. Вы можете написать свое мнение в комментариях, пальчик вверх, если вам, в принципе, тоже все понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие видосы, ждем следующего стрима, я искренне желаю разработчикам не обосраться на нем, если они обосрутся второй раз, будут серьезные проблемы у них. Очень бы этого не хотелось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok